Давайте перейдем к фигуре Адольфа Кремьё Надо сказать, что вот он этот Адольф На самом деле при рождении Он получил имя Вот его фотография Он получил при рождении имя Исаак Он никакой не Адольф Но тем не менее, почему-то он себя назвал Таким непопулярным будущим именем Адольф Ну и да бог с ним Вот этот Кремьё, я вам должен сказать Что это очень важный, знаковый человек Причем его влияние Идейное, конечно И организационное, кстати говоря Распространяется до сих пор На, соответственно Наши дни Объясню почему Потому что он создатель Вот этого знаменитого Всемирного еврейского союза Который сейчас, кстати, тоже существует Цветёт и пахнет, безусловно И занимает огромную Влиятельную нишу Не только в еврействе Но вообще в мировой политике Есть сайт, кстати Аиу Аиу.ком, по-моему Значит, вот можете полюбопытствовать И, соответственно Его сейчас называют просто Альянс Вот, как бы так Для краткости Ну вот он создал этот Альянс Во Франции В Париже в 1860 году До этого Просто вот вам Кратко скажу Что он, соответственно Был масоном Он и остался до конца жизни Масоном Но он Вступил в масонство В юном возрасте Лет 18 Примерно Я там не помню В 20 Значит Великий Восток Франции И, соответственно Где-то лет там 40-50 Был членом этого ордена А потом из него вышел Из Великого Востока И вот его приняли На Высокие офицерские должности В Верховный Совет ДПШУ То есть он перешел В английскую юрисдикцию Условно, естественно В английскую В Верховный Совет Франции Он перешел Вот И потом, кстати Стал великим командором Вот этого Верховного Совета Вот этот человек Собственно говоря Он начинал с того Что он Да, ну он был Естественно Он был Грамотным юристом Грамотным адвокатом И его Основная Жизненная Позиция Была Это в общем-то Освобождение Евреев Ну По большей части Французских Но потом он занялся Всем миром И Россией Кстати говоря В том числе Вот его Была креда Политическая Жизненная Юридическая Это защита Прав Угнетаемых Евреев Кто-то будет кричать Сейчас что Да, вот они там Какие-то там Кто их угнетал Ну, угнетали же Друзья мои То есть, конечно Безусловно Евреев И сейчас В принципе Как бы так Есть элементы Антисемитизма Нельзя этого отрицать Согласитесь Поэтому Было бы глупо Это отрицать Тем не менее Тогда это было Более развито Вот Кремьё На самом деле Он поставил Перед собой Задачу В Ну, скажем Сделать так Чтобы у них Были равные права С коренными Жителями С французами В данном случае У него, кстати Была интересная история Там, значит Примерно Да, я напомню Как бы Как я помню Там надо было Принести По окончании По-моему Университета Надо было Принести присягу Ну, как бы Гражданскую И вот у евреев Была особенная Присяга Если Обычные студенты Скажем Приносили Обычную клятку Да, там Буду Работать честно Не обманывать Не воровать Все такое То у еврейского Соответственно Выпускника Была особенная Там с педалированием Его еврейства И вот он Первый из всех Кто отказался Произносить Такую формулу Сказал, что Мы Я такой же Как и Другие граждане Франции Я отказываюсь И в общем-то Он там долго сражался В судах Это все было Несколько лет Тянулось И в конце концов Вот Да Его приняли закон Что эту вот Как бы формулировку Именно чисто еврейский Просто взяли и убрали Помните Через там Сколько лет Сто с лишним Негры В Америке Примерно таким же способом Начали завоевывать Себе права Вот так постепенно Свобода Как бы Приходила в этот мир В западный мир Поэтому вот Он такой Достаточно Был Крепкий Парень Этот Кремье Вот И не знаю Когда он стал Адольфом Еще раз повторю Ну Скажем Исаак Адольф Вот Так вот Соответственно Друзья мои Я вернусь К всемирному Еврейскому Союзу Это будет Важным Этапом В нашем Разговоре О Жидомасонстве Почему Потому что Ему Вот этому Кремье Приписывал Вот такой Вот Текст Называется Этот текст Воззвание К евреям Мира В 60-м году Как бы В 860-м году Он был Написан Самим Кремье Изданным Где-то там Ну в общем Не так Это все важно Обращу Внимание Что в это Время Уже Всемирный Еврейский Союз Был Альянс Вот этот Создан И Там Через Три года Примерно Сам Кремье Станет Пожизненным Президентом Этого Альянса То есть Он как бы Там Должность Избираемая Но он Был Настолько Уважаем Кремье Что Его Так И оставили До конца Жизни В этом В Должности Президента Этого Союза Ну вот Такой Текст Я не знаю Если зачту Давайте Начну Пока Союз Который Мы хотим Создать Не есть Французский Или Английский Швейцарский Или Немецкий Нет Он Иудейский Он Всемирный Другие Народы Расколты По Национальностям Мы Одни Имеем Не Сограждан А Исключительно Единоверцев Не Раньше Станет Еврей Другом Христианина Или Мусульманина Как В тот Момент Когда Свет Иудейской Веры Единственной Религии Разума Засияет Повсюду Рассеянные Среди Других Народов Которые Враждебны Нашим Правам И Интересам Мы Прежде всего Хотим Быть И Неизменно Останемся Евреями Национальность Наша Есть Религия Наших Отцов И мы Не признаем Никакой Иной Мы Живем На чужбине Не можем Заботиться Об изменчивых Вожделениях Этих Чуждых Нам Стран Пока Наши Собственные Нравственные Материальные Задачи Находятся В опасности Еврейское Учение Должно Наполнить Собою Мир Евреи Сколько Бо Не Разрабатывала Сколько Бо Не Разбрасывала Вас Судьба Нет Давайте Сначала Начну А то Как Получается Убился Евреи Сколько Бо Не Разбрасывала Вас Судьба По Всем Концам Земли Всегда Глядите На Себя Как На Членов Избранного Народа Если Вы Понимаете Что Вера Ваших Протцов Есть Ваш Единственный Патриотизм Если Вы Сознаете Что Вопреки Вашим Показным Национальностям Вы Повсюду Образуете Лишь Один И Тот же Народ Если Вы Веруете Что Только Иудаизм Представляет Собой Религиозную Политическую Истину Если Вы Во Всем Этом Убеждены Евреи Вселенной То Придите И Услышьте Наш Зов И Докажите Нам Своё Согласие Наше Дело Великое Свято Успех Обеспечен Католицизм Наш Исконный Враг Обратите Внимание Про славян Про Православие Ничего Не сказал Лежит Ниц Пораженный В голову Сеть Раскидываем Израиль Повесь Земного Шара Будет Расширяться С каждым Днём И Величественные Пророчества Наших Священных Книг Обратятся Наконец К Исполнению Блиться Время Когда Иерусалим Станет Домом Молитв Для всех Народов И Знамя Еврейского Единобожия Взовьётся На Отдалённейших Берегах Станем Пользоваться Всеми Обстоятельства Могущество Наша Огромна Поучимся Применять Его К делу Чего Нам Страшиться Уж Недалёк Тот День Когда Все Богатства Земные Перейдут Собственность Детей Израиля Ну Как бы Мы с вами Знаем Что это Фейковый Текст То есть Никаких Больше Кроме Вот этого Был Текст Напечатан Во Французской Типа Стенной Газета Небольшая Газета Небольшим Тиражом Антисемитик Назывался Сейчас Посмотрю Да Антисемитик Назывался Причём Она Уже После Смерти Кремьё Даже Было Это Письмо Кремьё Было Издано В этой Газетке Ну А потом Кстати Что интересно В конце Века Его Продублировал У себя Наш Как бы Знаменитый Оксаков Вот В своей Газете Русь Вот Такая Вот Как бы История Ну Что тут Говорить Тут в принципе Давайте Так Значит Я Покажу Я вам Ещё Эмблему Да Вот У нас Есть Такая Эмблема Соответственно Вот Как видите Она Немножко Масонского Вида Вот Это Вот Видите Жмущая Рука Это Стопроцентный Масонский Символ Да Там Как бы Братство Дружба Фроншафт Всё такое То есть Над Земным Шаром Значит Евреи Жмут себе Друг другу руки Кстати Здесь про масонов Между прочим Ничего не написано У Кремьё У него Вот Написано Только про Евреев Вот Он Соответственно Говорит Что Легально Да Ну Как бы В программных Документах Соответственно Альянса Ничего Вот этого Нет Там В принципе Внимательно Изучали Всё это Поверьте Что Как бы Наоборот Многие Пытались Реальность Найти Какую-то Ну вот Не удалось Найти Только лишь Вот газета Антисемитик Ну вот Реальные Зато цели Были Содействие Эмансипации Евреев Деятельная Материальная Поддержка И помощь Изданиям Которые Работают Ну как бы Вот На благо Эмансипации Освобождения Евреев Надо сказать Что Кремье Ещё В 60-х годах Ездил Несколько раз В Россию Матушку И защищал Еврейские Общины На Украине И даже Я помню Что он Добрался До Саратова Представляете То есть Саратове У нас Оказывается Где-то там Была мощная Община Кого-то Стали Громить Подвергли Каким-то Жутким Преследованием Ну и вот Кремье Защищал Успешно Кстати Защитил И соответственно Выиграл Все процессы Вот Он этим занимался Успешно По всему миру У нас Какой-то Совершенно Непреодолимый Человек Вот Насчёт Того Что он Был Вот этим Самым Жутким Каким-то Коварным И соответственно Страшным Человеком Я бы Не стал Говорить Вот Ну От себя могу Сказать Да Что в принципе Кремье С моей точки Зрения Просто Способствовал Прогрессу Потому что Если какая-то Группа Людей Ну В данном случае Связанных Некой этнической Общенностью Евреев Освобождается От преследований Все это Идет на пользу Прогрессу И мы с вами В общем-то В этом довольно Быстро убедились Потому что Именно евреи Условно говоря Довольно быстро Продвинули Человечество Вперед По пути Совершенствования Цивилизации Ну Не надо Там Условно говоря Напоминать Огромное количество Еврейских Ученых Которые Создали Наш сегодняшний мир Там Начиная Там от каких-нибудь Эйнштейнов Да Там И кончая Не знаю Кончая Я даже не знаю Из головы Все вылетело Но я могу Наверное Если сесть Мы сейчас Сможем вам Десятки Не сотни Еврейских Имен Назвать Которые Цивилизацию Эту создали И это верно Безусловно Не они одни Огромное количество И других Людей Участвовало В создании Цивилизации Но Эмансипация Евреев Пошла на пользу На благо Человечества На создание Нового мира Редактор субтитров Редактор субтитров